Наркомания, табакокурение, алкоголизм – об этом сказано уже немало. И становится системой проводить лекции и уроки в институтах и школах на эти темы. Еще 10 лет назад маленькие школьники не знали, что существуют такие проблемы, а уже сейчас они рисуют страшные картинки со шприцами и сигаретами и в открытую говорят о том, что это страшно. На протяжении четырех месяцев у нас проводился конкурс рисунков за Байкале против наркотиков, организованный сотрудниками наркоконтроля и поддержанный УМВД и администрацией города Читы. Более 800 работ в номинациях рисунок, плакат, баннер, видеоролик были представлены членам жюри и строгая комиссия, которая состояла из специалистов Центральной детской художественной школы. Если честно, подсчитать все было очень сложно. Приходит пакет, в нем более 20 работ, смотришь сразу лучшие, отбираешь их, они идут, проходят от всех в номер один, попадают во вторую группу, из них уже дальше выбираем снова лучших и так далее. То есть работа была проделана капитально. 11 декабря лучшие из лучших были награждены призами и грамотами. За первые места конкурсанты получили электронные книги, за вторые – МП3-плееры, а бронзовые призеры получили рюкзаки. Призы на всех нашли благодаря нашим партнерам. Это Забайкальское информационное агентство, это газета «Читинское обозрение», это детская студия «Умничка», это стоматологическая клиника ООО «Морозов». Вот эти организации также пожертвовали средства на то, чтобы детей наградить. Отметим, что информационное агентство «Забинфо», которое выступает за активный и здоровый образ жизни, с радостью поддержало организаторов конкурса. Ведь мы надеемся, что каждый ребенок, отразивший суть проблемы в своем рисунке, никогда не ступит на скользкую дорожку. Маленький Артем Бахтин из Ясногорска, например, нарисовал девочку, нашедшую шприц в песочнице. Он уже сейчас говорит о том, что не будет пить, курить и употреблять наркотики. Я считаю, что это плохо. В номинации «Рисунок» в своих возрастных группах победителями стали Юлия Зайкова, студентка ЗАБГУ, Аделия Басина и маленькая Валерия Кольцова, ученицы Читинской художественной школы. В номинации «Плакат» также каждая в своей возрастной группе победили Читинка Екатерина Афанасьева, Алина Ефимова из Акши и Анастасия Зырянова из Ясногорска. Самым лучшим роликом члены жюри признали работу «Жизнь ярче» волонтерского отряда «Эндорфины», которые в нескольких секундах видео показали, какой станет жизнь беспагубных и порой смертельных привычек. Уже сейчас Читинцы могут посмотреть прошлогодние работы юных художников на баннерах города. А мы будем надеяться, что детей никогда не коснется эта зараза, что она навсегда исчезнет и жизнь станет ярче. Александра Леонтьева, Анна Кулигина для Забанфору.